Продолжение следует... 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 Если есть вопросы лично ко мне, задавайте, пожалуйста, в чате. Спасибо, Павел Юрьевич, спасибо за такую классную информацию. Вообще, Директ Медиа, Директ Академия предлагает такие уникальные решения, которые я просто не знаю. Добрый день, дорогие друзья, я рад вас всех видеть. Надеюсь, видно мой экран, а также мой голос, если вы слышите хорошо, и камера тоже видна. Если это так, напишите что-нибудь в ответ. Понятно. Все, спасибо большое. Спасибо. Иван Юрьевич, я вас лично давно знаю, рад, что вы к нам пришли. Итак, мы говорим о том, что можно применять в нашей практике. Мы рассматриваем разные решения, но мы никогда не должны забывать и выгоду. Это может быть выгода, как материальная, так и выгода другого плана, духовного. Выгодно общаться с интересным человеком, выгодно исследовать какую-то тему, потому что она принесет радость. Это такая вот выгода. Итак, говоря об наших ботах, мы говорим, что здесь тоже есть выгода. Хочу сразу обратить внимание, что единственный в России такой учебник, руководство практически, создание бота, сперва появилась в России. Вот мы с Татьяной и Легиной выпустили такое здание. Если кому надо, обращайтесь. Оно может быть предоставлено для любого. И прежде чем мы рассмотрим непосредственно сами методики и технологии работы с ботами, разрешите представить шесть простых шагов к вашему помощнику боту, который должен вам давать выгоду. Именно выгоду. Конечно, больших практических достижений в этом плане в России по ботам пока, в образовании пока мы не видим, но те результаты, которые у нас есть, мы с вами делимся, показываем. Пожалуйста, смотрите, о чем идет речь. Вот эту графику разработал я сам. Посмотрите, что имеется в виду. Коллеги, мы уже провели с вами два вебинара и на основе просмотренного мы уже сейчас готовы проводить какие-то обобщенные методики, обобщенные рекомендации по работе с любыми ботами, не только диагностями. Смотрите, коллеги, на экранчик. Вы прочитали, о чем идет речь. Как мы разговариваем с человеком, как мы строим отношения с людьми, то же самое примерно нужно и иметь в YouTube при разработке ботов, роботов, которые взаимодействуют с обучаемыми, с клиентами, с кем угодно, с кем вы хотите. Ссылка на инфографику имеется в папочке файлы, ресурсы, вы можете ее скачать. Это моя разработка. Итак, представим, что может быть. Какие цифры, какие сомнения. Вот мы провели опрос в группе профи-дом, то есть там Павел Юрьевич участвовал, где пытались выяснить, какую же задачу педагогу, организатору, методисту, сотруднику образовательной организации, скорее всего, удобнее передать роботу, снять себе какую-то функцию, передать ее роботу. И большинство коллеги отметили вариант, это поддержка решения какой-то задачи. То ли по продажам, то ли по обучению, то ли по технической эксплуатации, то ли по применению курса. То есть поддержка ответа на наиболее частые вопросы. Допустим, мы этот круг провели, собрали. Кстати, каждый из вас вот сейчас может подумать и написать вот сейчас в чате, коллеги, вот как вы думаете, какую вот, что вам сейчас интуиция подсказывает, независимо от того, были ли вы на наших третьих рамках или нет, знали ли вы что-нибудь о вводах раньше или нет, какую часть своей работы вы бы хотели передать именно роботу. Переложить на него какую-то рутинную, сложную задачу, которая вам, от вас требует много сил, вот много рутинной работы, направляет вас. Попробуйте написать это в чате. Консультирование. Так, спасибо, Гриня Ивановна. Консультирование. Это у педагога, он должен проводить консультацию, у преподавателя, капельный, должен консультацию проводить. То ли, в чем? Замисает изображение. Так, навигация поделена. Продолжение следует... Коллеги, сообщайте, пожалуйста, если будут проблемы со звуком. Сейчас нормально? Да, спасибо. Итак, здесь присутствуют сотрудники Библии. Пока плохо. Значит, наверное, у кого-то интернет слабенький. Значит, возвращаюсь к ответу на вопрос. Консультирование. Подготовки документов. Хорошо, хорошо. Итак, вот по первому пункту собрать данные. Мой экран я сейчас снова включу. У меня нужен показ рабочего стола. Коллеги, видите мою инфографику? Да. Итак, решить тот вопрос, который нужно собрать данные. Давайте посмотрим на следующий шаг. Проанализировать. Когда у нас такие данные имеются, когда у нас есть гипотеза о той функции, о той задаче, которую необходимо передать роботу, мы эти данные анализируем и выиграем обязательно сильные стороны и недостатки, которые существуют в нашей работе, так и в работе этого будущего бота. У меня уже на практике были, по-моему, такие случаи, когда коллеги загораются решить какую-то задачу по передаче работы боту. И когда начинаешь смотреть, выясняется, что бот и не нам, и не нужен. Недавно мне позвонили с одной фармацевтической компанией, спросили, мы хотели сделать бота для оценки знаний и компетенций сотрудников, которые работают в аптеках. При общении с ними выяснилось, что у них прекрасные тесты. Есть эти тесты идеально дают оценку об уровне компетенции, это работает быстрее, чем бот. Так что не обязательно, кстати, крайне следоваться. Анализировать, быть объективными. Что значит быть объективными? Это значит, если есть тот, который разрабатывает такие боты, то лучше показать ему какие-то аналогичные примеры. Примеры. Хорошо. Так, продолжаем. На основе этих примеров будет лучше, понятнее представить себе то, что вы получите в итоге от тех этих усилий. Кстати, сегодня мы такие примеры посмотрим, как они работают практически. Создать план. Контрольные точки. Что нужно делать боту. Какой инструмент выбрать, мы уже говорили. Напомню, что в прошлые разы мы с вами договорились, что самый лучший инструмент, это вот раньше был API, теперь называется Dialog Flow, поток диалогов. Вот эта программа, она является для нас наиболее удачной. Это вот тоже важный момент в процессе. По составлению бота мы сейчас посмотрим подробнее, как это делается на примере бота диагностика. После этого четвертый шаг нужно попробовать. Помните, в прошлый раз мы говорили о тренировках бота, о том, что мы не знали на начальной стадии внести вот эти новые диалоги, уточнить начальные задачи. Это хорошо делает бот, когда он, мы видим аналитику, когда он отвечает не очень удачно или вообще не может ответить, мы вносим корректировать. Проконтролировать, посмотреть на результаты. Идем ли мы с ботом в одном направлении. Прежде чем выпускать бот на какую-то открытую сроку эксплуатацию, лучше погнать его с коллегами на учительной группе студентов, нескольких человек, чтобы они формулировали свое мнение. Вот на этом этапе очень много появляется разных моментов. В этой связи вот наш Росопыт Калхоз, это добровольное объединение преподавателей страны для решения построения одного массового онлайн-курса, вот там мы очень хорошо внутри обкатываем, видим помощь друг друга, почему у нас это хорошо получается. И, наконец, результат. Ну, про пиво это сутка, это имеется в виду, когда вы все сделали, посмотрели, все работает, спать не надо. Спасибо. Спасибо. Сейчас слышно хорошо? Да, извините, что-то происходит. У меня интернет 100 мегабит, отличная скорость. Что происходит, пока не знаю. Периодически куда-то пропадает. И, наконец, последний шаг. Посмотреть, проанализировать и вернуться к функции 1. Вот такие простейшие шаги. Шесть шагов для построения бота, который дает выиграть. Ну, теперь переходим непосредственно к нашему вопросу. Что же такое бот-диагноз? Скажу сразу, это означает применение гихотомического ключа. Коллеги, я сейчас показываю свой экран. Видите, экран Википедия? Мы будем говорить о применении гихотомических ключей. Гихотомический ключ. Сейчас видите на экране. Это возможность задавать вопросы типа да, нет. И на основе этих вопросов делать какой-то вывод, какое-то заключение. Началось это все с ботаники. Любовь Венимина Крашенникова, кандидат геологических наук, очень хорошо в этом плане поработала. Поняла, что такое гихотомический ключ. И мы сейчас с вами, коллеги, рассмотрим пример, как вот этот бот-диагноз может работать на вашем сайте. Я обещал показать аналог. Вот сейчас я это буду делать. Итак, коллеги, внимательно смотрим на экран. Вот сейчас на экране вы видите ставку бота-диагноста. Вот я рисую его контур на экране. Видите, я рисую? Хорошо. Вот это вот само окно. Оно появилось, напоминаю, кто нас смотрел просто раз, тот помнит. Вот отсюда. Интегрэйшнс. То есть готовый бот. Готовый бот можно интегрировать в разные сервисы. Можно интегрировать его на страничку сайта. Телеграм мы показывали в фейсбук. Это я не показывал. И в скайп. Все знают, что такое скайп. Так вот, коллеги, сейчас на экране вы видите бота, который работает в скайпе. И он же интегрирован в страницу онлайн курса. Это очень хорошо. Очень интересно. Давайте мы с вами сейчас попробуем с ним поиграть. А я попробую еще вытащить этого бота на экран. Не в онлайн курсе, а именно в скайпе. Вот видите, я сейчас показываю диалог в скайпе. Наверное, мелко видно. Вот так. Попробую сейчас с ним здесь поговорить. Я написал ему боту скайп. Тормозит немножко. Вот это вот. Подтормазывает. Скайп тоже подтормазывает. Ну, здесь мы видим диалог такой. Написал ему привет. Здравствуйте. Бот отвечает. Привет. Меня обучила любовь к решению никого. Сконструировал Юрий Белонос. Я здешний тьютер. Вот такой бот в диагност. И вот видим здесь то, что я говорил. Да или нет. Дихотомический ключ. Диагностика. Педагогическая, медицинская. В следствии и так далее. Она может строиться. Ох, Любовь Вениамина как раз здесь. Вот вы видите себя на экране, дорогая Любовь Вениамина. Вот. Она с ее ссылочкой. Нет, слайдов нет. Слайдов нет. Опять все исчезло. Коллеги, видимо, мой экран. Слышно ли мой голос? Значит, это интернет там. Так вот. Когда бот спрашивает да или нет, обучаемый, тот, который разговаривает с ботом, должен написать этот ответ да или нет. И в скайпе вот это вот работает. Появляется какая-то информация, какие-то вопросы. Сейчас мы рассмотрим это подробнее на сайте. Итак, вот этот тот же самый бот, но на сайте. Итак, мы видим, что то же самое, что было в скайпе, может работать и на сайте. Вот, коллеги, я показываю покрупнее. Это ответ бота. Причем, видите, он даже может и смайлики вставлять, и фотографии, и разговаривать. Запомним, что при реализации бота-диагностов используемых дикатомического ключа, мы обучаемым предлагаем просто отвечать да или нет. Как вы уже запомнили в прошлый раз, это могут быть не только да или нет, а такие варианты, как согласен, конечно, хорошо, пожалуйста. То есть все, что выражает согласие в этом боте, может вводиться в разное слово-сочетание. И когда, простите, и когда мы отвечаем ему да, возникает следующее сообщение. Ты знаешь, что такое SRS? Вот такой был у нас сценарий. Если студент напишет, вот какой хотите, например, напишет нет, тогда бот ему даст определение. Видите, коллеги, он его диагностирует и параллельно еще и тренирует, и информирует, и обучает. И когда он ему дал это определение, в конце слова ставится вопрос. Ты согласен? То есть начинается вот этот диалог. Бот по замыслу автора прощупывает, насколько студент, насколько обучаемый в теме, насколько он подготовлен. Если он пишет да, то ответ будет вот такой. В данном случае в завершении вот этого диалога, это было учебное такое вот построение бота-диагноста, завершение. Но должно всегда чем-то заканчиваться. В данном случае оно завершилось так. Указание. Да, допрос следователей, допрос может быть, допрос имеет негативный характер, может иметь и положительное значение. Хорошего, спасибо. Идем дальше. Итак, мы увидели, как работает бот, на основе диагноста, диагностического ключа, просто раз мы смотрели другого бота, бота-консультанта, чего, бота-консультанта, который на любой вопрос отвечает, здесь наоборот. Бот спрашивает и дает заключение. Вот такая вот новая стратегия. Кстати, что это такое? Вы обратили внимание, вот это как раз один из аватаров, говорящих, который вы сейчас не слышите. О нем мы поговорим на наше следующее занятие. Такие аватары могут дополнять до 10 лет. Итак, что такое дихотомический ключ? Мы поняли. Это ответы на вопросы Да, нет. Что такое шесть шагов? Из чего они состоят при выборе бота? Мы ловили. Теперь давайте посмотрим на то, как технологически работает готовится сама диалоговая система. Итак, в прошлый раз мы поняли, как можно создать новый бот. В данном случае я его назвал дихотомия. мы с вами в прошлый раз смотрели какие настройки в нем могут быть. Например, в настройках может быть фотография того субъекта, от имени которого говорит бот. В данном случае это выдал я сам себя. Вы тоже можете в свою фотографию, это ваш помощник, это ваш консультант от вашего имени говорит. В описании коллеги, помните, мы говорили в описании, можно писать любой текст. В данном случае бот от моего имени спрашивает, вы хотите узнать подробнее да или нет. Сразу начинается диалог. 15 да. Время здесь не имеет значения, но можно выставить Москву. Но в принципе и все. В принципе и все. Языки. Появилась новинка коллеги, появилось несколько языков, не один, а несколько, буквально за неделю. Такие положительные изменения. Да, Алексеевна, бот создается бесплатно. Мы это предвидели, мы знали, что нужно найти такое решение, которое было бы доступно любому педагогу, не имеющему значительный средств. Мы еще не говорили про машинный интеллект, я сказал, что мы пока еще не касаемся его, но он, вот этот Machine Learning Settings, здесь выставляется коэффициент того, насколько бот будет сам пытаться применить свою догадку, свои значения, вот этот уровень классификации машинного интеллекта может менять свое значение, пока я про это не рассказываю, а намекаю, что это есть. Итак, дикотомический бот создан, настройки мы посмотрели, теперь переходим непосредственно к рассмотрению этого готового примера. Впереди мы сейчас с последний вопрос о и о и о Так, ну, приходится мне обновлять страничку, мне кажется, надо, чтобы всем было хорошо слышно, слышно, чтобы было. Итак, видите ли, снова мой экран. Я вернулся, перезагрузился. Экран видно? Ну, я не знаю, как лучше сделать. Хорошо, спасибо. Итак, коллеги, у нас бот создан. Название его я дал вот так вот по-русски, дихотомия. Мы помним прошлого раза, а кто не помнит, кто не знает, сейчас расскажу. Интенты, именно из этих интентов по-русски означает намерение, ведется диалог. Я уже построил готовый набор интентов. И посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран. Здесь всего мы видим два интента. Называется «Да» или «Нет». Помните, в описании я задавал вопрос. Вы хотите узнать, что такое дихотомический ключ? Это означает, что если вот здесь вот в окне обучаемый студент кто-то напишет слово «Да», то в этом случае сработает вот этот вот интент. Если напишет «Нет», то вот этот интент. Отлично. Посмотрим, что заложено в содержании этого интента намерения. Кому сложно, не стесняйтесь говорить, что это сложно, я буду говорить более доступно. Вот, коллеги, вот здесь кликнуть по слову «Да», вот по названию интента, не означает, что кликнуть вот по этой птичке. Вот тут вот немножко нужно приворчиться. И вот этот вот квадратик, он тоже имеет разные действия. Если я нажму сюда по слову «Да», будет содержание этого интента намерения. Если нажму по этой птичке, будет другое действие. Я пока не нажимаю. Смотрим, что в этом интенте написано. А написано очень простое. Поскольку это начальный интент, я предлагал в описании ответить на вопрос «Вы согласны? Вы хотите узнать, что такое дихотомический ключ? Да или нет?» То в этом интенте вот эти элементы согласия, варианты ответа «Окей, давай, расскажи, согласны» означают, что пользователь, собеседник с ботом хочет узнать то, что он предлагает. То есть вот эти варианты, которые вы уже слышали, могут одну и ту же мысль давать разные значения. И когда, и когда прозвучит этот ответ «Да», то в этом случае появится текстовый ответ. В этом случае бот напишет «Отлично!» Вспоминаем разговорный эмоциональный дизайн вот этих вот эмоций. Они усиливают эффект взаимодействия. И дается определение. Дихотомический ключ, сокращенно ДК, определяет какую-то проблему, состоящую из ступеней, которые противопоставлены определенной признаки. Диагностики, медицинское, производство, теперь еще и образование. И так мы поняли, что если в самом начале в диалоге будет написано согласие, то появится этот ответ. Как это делается, я сейчас не буду подробно говорить. Но, например, я напишу здесь вариант ответа такой. Интересно. То есть если я напишу слово «Интересно», вот я добавил вариант ответа, то появится вот этот ответ от бота. Если вы хотите то же самое, чтобы бот ответил другими словами, вот здесь вы можете написать продолжение, другой вариант ответа. Это прекрасно. Ну и дальше вы пишете какой-то свой текст, который отличается от предыдущего варианта. Вот это один вариант ответа. Вот это один вариант ответа. Это второй. Но я не буду его сохранять. Возвращаемся. Итак, как создавать намерение, мы вспомнили. Оно уже создано. Не буду я его менять. Намерение. Вот они наши здесь. Есть. Есть. Вот наши намерения. Итак. Первое намерение, intent, мы посмотрели. А вот теперь наступает ключевой момент. Также создается вот это ветвление. На да или нет. А вот здесь вот есть, коллеги, вот эта вот птичка. Мы в режиме конструктора нажимаем на эту птичку. Вот видите, она перевернулась. И сразу появились вложенные интенты. У нас дикотомический ключ. Или да, или нет. И вот тут, коллеги, мы видим уже созданные мной две веточки. Одна говорит, что на первый вопрос ответил да. На второй ответил да. И дальше появляется еще продолжение этой веточки. А другой вариант ветвления. Ты ответил вначале да, а потом ответил нет. И тут другой ответ. Вот на этом варианте да, нет. Мы сейчас и остановимся. Посмотрим, что же ответит бот в том случае, если человек не хочет с ним разговаривать. Смотрим. Нет, не хочу. Видите, не хочу. Нет. Вот варианты ответов. Не хочу. В этом случае я придумал такой ответ. Не хотите, как хотите. Но если надумаете, напишите да. Все. Вот здесь диалог закончился. Его раз просили. Он сначала сказал да, потом сказал нет. Вот это вот означает, что диалог закончен. Говорить не о чем. Посмотрим на эти же интенты. Если отвечает да. Вспоминаем, что только что бот спросил про дикатомический ключ и задал вопрос. В этом случае, если задается да, мы видим вот этот интент. Посмотрим на его ответ. Если вернуться к диалогу, снова что-то написать боту после перерыва. Да, верно. Мы окажемся в самом начале. Вот Иван Юрий всегда задает очень точные вопросы по логике. Очень точно. То есть к этому боту можно возвращаться многократно. И скажу еще один важный момент. Вот, например, если мы используем Telegram. А вот эта система хорошо интегрируется с ней то же. То мы увидим интересную вещь. Вот она, этот бот, фибер-тьютор. Логика была разработана любой внеаминное окрашение. Никогда она здесь присутствует. А технологию сделала я. Вот тот же бот я вывел в Telegram. Есть такая бесплатная система. То тут видна история. Вот это интересный момент. То, что было раньше. То есть можно не повторять, что было... Не спрашивать по кругу, а посмотреть историю. Вот тут вот это хорошо работает в Telegram. Пропадает звук. Коллеги, у кого еще пропадает? У одних хорошо слышно и видно, у других нет. Хорошо. Значит, это интернет у вас там на месте. Я не буду перезагрузить. Вот это вот работает Telegram. Как раз то, что спросил Юрий. Иван Юрьевич. Иван Юрьевич. Итак, идем дальше. Продолжаем смотреть, что же здесь еще. Что же здесь еще. Ну, в принципе, вы уже уловили, что было сделано. Но вы не уловили, как это делается. Вот еще один вариант. Да, звучит хорошо. Я не против. И вариант ответа. Он его спросил. Хотите вы знать, что такое? Computer Aided Engineering. И когда ответил да, вот он ему пишет вот такой длинный текст. Ну и в конце снова вопрос. Вам интересно узнать, как работают боты с применением дикатомического ключа? Ну и так далее, и так далее. Но как же вот эти вот логические объяснения нужно создавать? Сейчас я покажу вам, как это я делаю. Пожалуйста, не пугайтесь. Вот смотрите. Если здесь мы создали какой-то начальник интент. Самый начальник. И хотим добавить ему какое-то намерение, где будут варианты ответов или да или нет. То мы нажимаем, коллеги, вот сюда. Вот сюда. Это у нас готово. Если мы хотим продолжить. Вот я сейчас. Хотим продолжить. Вот сейчас опять. Заморозил. Заморозил. Вот. Мы шли, шли, шли по какой-то ступеньке. Шли, шли, шли. И хотим добавить варианты ответов. Ветвление. Мы нажимаем, коллеги, вот сюда. Добавить последующее намерение. И мы с вами знаем. Это намерение будет по одному из двух вариантов. Или да, или нет. Посмотрим, как это делается практически. Вот я подвел к концу этого диалога, этой веточки. Нажимаем на добавить последующее намерение. И вот тут происходит выбор. Из которого мы рассматриваем только два варианта. Да, или нет. На самом деле, там есть и другие хитроумные ветвления в этом боте, интеллектуальные. Мы сейчас их не рассматриваем. Мы их оставляем на будущее для построения каких-то особо сложных вариаций вообще. Мы выбираем только вот эти два. Или да, или нет. Подчеркиваю, или. Так вот, если мы хотим, чтобы в этом ответе мы добавим вариант, в котором звучит согласие, мы нажимаем да. Вот я и нажимаю да. Смотрим. Вот он появился, этот да. Но в нем ничего нет. Он пуст. Он пуст. Пуст. В нем нет ответа. В нем никакого ответа нет. Но зато мы видим. Но зато мы видим сейчас. Но зато мы видим. Подарок, смотрите. Разработчики этой системы. Кстати, это наши соотечественники. Программисты. Их продукт выкупил Google. Но эти программисты все равно остались русскими. Они прекрасно понимают, что этим будут пользоваться мы, россияне. Они сразу подготовили для нас подарок. Все возможные, наиболее частые варианты положительного ответа, они сюда, за нас, уже приготовили. Например, хорошо, да, сделай это, конечно. Ну, такие вот вариации для нас, они в наше время сэкономили. То есть положительный вариант, согласие, да, они по-разному прописали. И мы уже не тратим на это время. Нам нужно только осталось вставить сюда ответ, тот, который мы хотим в этом случае предоставить нашему собеседнику. Ухожу я отсюда, возвращаюсь к интентам, говорю, да, увы, без сохранения. Но поскольку это было лишнее, то я должен это лишнее удалить. У меня было где-то вот здесь. Вот, что-то положительное, что-то, да, да. И вот, да, да. И вот это у меня лишнее. Просто лишнее. Нужно этот интент удалить. Как это сделать? Вот по корзинке. Трэш удаляется. И все. Что я и делаю на ваших глазах. Удалить. Вы хотите это намерение удалить. Да. Все. Ну, соответственно, если я хочу добавить вот сюда намерение, сделал намерение, да. Хочу добавить намерение, нет. Вот я сейчас его тоже отработаю практически. Вот оно, видите, в конце появилось, нет. Открываю его. Что же там создалось? Создалось. Ну, мы видим знакомую ситуацию. Нам, разработчики системы, отрицательные варианты уже приготовили. Сэкономили для нас время. Отрицание. А вот что в этом отрицании будет написано? Это мы должны уже сами с вами создать. Ну, давайте еще раз вернемся к этому боту, с которым мы хотим переговорить и убедиться, что он действительно нам помогает. Итак, вот сейчас мы снова уходим от технологии. Мы технологию уловили. Мы посмотрели конкретный пример. Теперь посмотрим на сам педагогический эффект. Для чего все это делалось? Вот здесь мы сейчас проведем некую защиту, защиту работы, заучную защиту работы любой бенемины на предмет того, насколько она удачно сформулировала задачу, насколько она, это задача работы. Давайте посмотрим. Итак, любой бенемин, точнее, работ от ее имени спрашивает. Итак, отвечаем логику. Спрашивает. Отвечать на мои вопросы, да или нет. А вопрос звучит, скажем, хочешь, я помогу тебе сориентироваться. Вот что сейчас выберем, да или нет. Если напишем нет, на этом диалог закончится, это нам неинтересно. Допустим, обучаемый говорит, да. Я хочу узнать, что такое СРС. Самостоятельная работа студентов. Мне нужно, у меня есть этот предмет, в некоторых вузах, есть такой даже предмет, как СРС. И мы такой онлайн-клубик готовим, и вот он говорит студенту, да, я хочу узнать. Я пропустил, я не понял, я забыл, я бы ответил о проблеме с англоком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас меня слышно, видно. Хорошо. Итак, продолжаем смотреть на логику, которая отработана Любовь Вениаминовна. Кандидат биологических наук, она поменяет геоктомические ключи в этом будет. Итак, некий студент, кстати, он выглядит, как и я. Звук очень плохой. Ну, это, наверное, у вас пока. Говорит, да. Нажимает, ответ. Читаем ответ. Не знаю, видите вы, я тогда прочитаю. Читаю ответ вот так, по-крупному сделаю. Попробуй заняться СРС. То есть студент не знает, что такое СРС, и бот ему дает рекомендацию. Попробуй заняться. Это самостоятельная работа. И рисует такую лампочку. Ну, это идея. И тут же спрашивает. Ты знаешь, что это такое? Вариантов несколько, да или нет. Два всего. Какой мы выберем? Допустим, это студент, новичок. Он только пришел, он не знает, что это. Он говорит нет. Ждет ответ. Что же ему ответить, это тьютер. А тьютер, мы назвали его кибер-тьютер, вот такую еще, я придумал вам, программочку, аватажчик. Бот ему пишет. СРС это самостоятельная работа студента. Она проходит по плану, повторение. Ну, может быть, скучный ответ. Но он точный. Благодаря повторению, все-таки он же должен освоить что-то. И в конце спрашивает. Ты согласен с древними, которые утверждали, что повторение мы отвечаем? Вот здесь автор, Любовь Вениаминовна, хочет с ним вести диалог. Хочет с ним общаться. Тоже в режиме дихотомического ключа. Провоцирует его. Ты согласен, что повторение мать учения это правильно? Конечно, может, вы можете сказать, это банально. Ну и что? Главное, что здесь нужно убедиться, что у него есть свое мнение. Какое же это мнение? Согласен он с древним? Давайте скажем нет. Допустим, вот такой вот оригинальный товарищ хочет с ботом пастыть. Или напишет, что не хочу. Мы уже знаем, что есть разные отрицания. Ответ вот такой. Ответ такой. Кибертьютер говорит ему, попробуй оба подхода. Оба. Повтори материалы после занятия. И не повторяй материалы предпоследнего. Вот начинает с ним вести диалог. А вот попробуй два варианта. Один вариант с повторением, а другой без. Правильно говорит? А через неделю попробуй изложить по памяти оба варианта. Только не бери в последнем случае те разделы курса, которые наверняка будут на экзамене. То есть, Любовь Вениаминовна, понимая, что студент может сказать, а вот я проводил эксперимент, ничего не запомнил, и из-за этого не сдал экзамен, она себя защищает. И говорит, не надо строить эксперимент с тем запоминанием, которое ты можешь провалить на экзамен. Попробуй оба подхода. В данном случае, в данном случае, коллеги, веточка закончилась. Диалог закрылся. Он закончился рекомендацией от тьютера. Было предложено. Раз ты такой неверующий, что повторение мать учения, не согласны с дрегнами, кибертютер говорит, хорошо, хорошо. Попробуй два подхода. Повтори и не повтори. А потом сравнивать. Мне кажется, не знаю как вам, вот это очень интересная педагогическая такая диалоговая ситуация. И возвращаясь к цели диагностики, Бот в данном случае диагностировал, что у студента нет понимания важности повторения. Он диагностировал. Студент написал, нет, я не хочу, я не согласен с дрегнами, что повторение мать учения. В этом случае Бот четко дает ему совет, рекомендацию, указание к действию. Проверь, проверь, проведи эксперимент. Еще он подстраховывает его от провала на экзамене. Мне кажется, мы получили ту задачу педагогической диагностики для конкретной темы, конкретной задачи, о которой вначале говорили. Диагностика. Вот в данном случае Бот диагностировал проблему. Студент вроде бы узнал, он говорит, я не знаю вот это вот, ему было дано определение. Вот мы видим эту всю историю, здесь мы видим. Он его учит, учит. Но как только возникает проблема, признаки проблемы, этот Бот завершает с ним разговор четким указанием, что необходимо этому студенту делать. Вот теперь я хочу вас спросить. Вы согласны, что Бот эту задачу диагностики решил? Напишите да или нет в чате, если вы согласны или не согласны. Это, конечно, пример условный, но он работающий, он нам всем знакомый, он вот так вот работает. Так, спасибо, Елена Эдуардовна, Галина Ивановна, да, Наталья Константиновна, может быть кто-то еще думает. Да, Ивановна, из тех условий, которые даны решить. Да, видно, слышно. И вот действительно, мы согласны и с Любовь Вениаминовна, и с вашим, и вы, соответственно, соглашаемся, и с уточнением Ивана Юрьевича. Только для тех условий Бот решил эту задачу хорошо. И вот тут, коллеги, возникает последняя задача, которая нам была представлена в самом начале, последняя задача. А что же должно быть в этом Боте? Какие ситуации могут быть? Какие бывают моменты, которые мы должны поанализировать и в этом Боте отразить? Максимально точная задача. Вот для чего я эту инфографику в самом начале показывал. Вот все мелочи, которые могут появиться, мы просто в виде такого паука, дихотомического ключа, вот этого, да, нет, да, нет, если да, то вот такое, если нет, то вот такое. Мы расписываем это, хотите, на бумаге, хотите, на поплете такая программка есть для построения витвлений, да, логических. В чем хотите, можете построить, или можете в голове это сразу держать у себя и из головы строить, хотя многие методисты не советуют так делать. Сначала советуют строить на такой чертеж большой, с него все предусмотреть, а потом идти. Дальше, на втором этапе, проанализировать, все ли мы знаем. Если у нас какой-то коммерческий проект, мы хотим создавать бота по диагностике технические проблемы, какой-то поломки, да, и чтобы бот давал рекомендацию, то мы должны все эти ситуации проанализировать, собрать экспертов, подробно расписать варианты вопросов, ответов. Сразу понимаем, что будет хорошего, а что не очень при применении бота. Очень внимательно все прописать. И, если мы эти шаги сделаем, то наш бот действительно будет работать. А теперь давайте-ка обсудим вопросы. У нас, кстати, вебинар 60 минут. У нас еще 10 минут 9 на обсуждение. И мы проговорим на то, что я не рассказал, то, что вы хотите спросить. И вот давайте сейчас напишите вопросы. Вот тут были вопросы про предыдущие вебинары. Я все, на все вопросы отвечу. Учет состояния для мотивации. Я не помню, была ли Светлана Семеновна в прошлый раз на моем вебинаре, я очень много говорил о психологии, о разговорном дизайне. Какие слова говорить, какие вопросы задавать, как отвечать. Так, чтобы ученику, студенту, клиенту было интересно с ботом общаться. Чтобы он получил свое состояние для мотивации. Самое главное это стартануть первую точку. Да или нет. Вы хотите решить вашу проблему? Вы хотите найти самый лучший товар? Вы хотите, чтобы ваша РПД, РПД, рабочая программа дисциплины, была разработана правильно. У нас уже есть группа, которая говорит, мы хотим, чтобы боты могли не только обучить, как сделать, но и проверить, правильно ли сделана моя РПД. Чтобы не переделать потом еще раз. И вот первый вопрос, старт, вы хотите, от него все начинается и всегда чем-то заканчивается, как от какой-то конечной точки. Например, ваша РПД будет возвращена или ваш товар находится здесь по вашей цене, по вашей заявке, вы все получите здесь максимально. Или вы знаете какой-то там раздел, ничего страшного, посмотрите вот этот раздел, а потом возвращайтесь снова и мы продолжим диалог. Не рискуйте экзаменом, не рискуйте оценкой. Сделайте вот это и все у вас будет успешно. Нет, Наталья Константиновна, у нас ограничений нет. Просто до 1 октября цена была 200 рублей, теперь она будет 250. К ней будут добавлены еще инфографика, еще примеры, шаблоны, коллеги. Готовые шаблоны, я говорил, в качестве бонуса. Вы покупаете книгу, а в качестве бонуса светские беседы. Например, студенту хочется просто поговорить, кто ты такой, где ты живешь, кто твои родители. И Ботман будет отвечать. Чтобы вам не тратить время на вот такие светские беседы, он не говорит ему, повторите ваш вопрос, помолчали так, если Ботман понимает, он говорит, я вас не понимаю, сформулируйте вопрос иначе. Но если вы хотите, чтобы он поддерживал такую светскую беседу, ни о чем, но как живой человек, то вот такие вот бесплатные уже шаблонные беседы на русском языке, они будут поставляться в этом, они уже поставляются в этом, к этому учебнику, как и записи наших прошлых обедов. Андрей Владимирович, на русском языке никакой литературы я не знаю, по созданию бонуса. Вы понимаете, одно дело заниматься какими-то исследованиями фундаментального характера, а другое дело брать конкретную практическую задачу, как сегодня мы с вами говорили, и решить ее от начала и до конца, от начала и до конца. Давайте вот я покажу вот того нашего бота-консультанта. Я показываю, возможно, не все видели, вот этот бот Лоцман, сейчас будет с ним диалог. Я нажимаю на микрофон, привет. Видите, он распознал мою речь, и бот не понял. Еще раз нажимаю. Здравствуй. Вот теперь он понял. Он понял слово здравствуй, и тут же отвечает салют. Вот где эти фундаментальные исследования можно прочитать, как научиться этому делать, я не знаю. Нету таких источников. Единственное, на русском, который мы провели, и выполнили там действительно по шагам. Вот задача, вот решение. Если не получается, вот сюда обратитесь за консультацией. Мы еще и консультируем, как это сделать. Для чего это надо? Я сейчас не буду повторять, но вот этот бот отвечает на любой вопрос по этому сайту. Как получить удостоверение установленного образца? Где мой курс? Где мой пароль? Что такое мудро? Что такое форум? Он знает массу. В том числе и может говорить в светские беседы, вот если показывать. Где ты живешь? Понятно? Я живу там, где... Мой дом там, где есть интернет. Вот это чисто светская беседа ни о чем. Нужна она или нет? Мне кажется, да. Мы иногда так устроены, что не только о работе думаем. Да, вот я понимаю, о чем говорит Иван Юрьевич. И он понимает, давно мы с ним знакомы. Я очень люблю те решения, те теоретические, фонументальные труды, которые можно... Ну, если это не речь о философии, о какой-то политике. А конкретно. Есть теория, есть методология искусственного интеллекта. Как она работает на практике? Вот если настоящая теория, она тоже переходит в практику. И наоборот, если практика есть, к ней всегда можно найти ту идею, методическую какую-то составляющую для себя. Конечно, просто так строить боты не надо. Да, ну вы обратили внимание на такую вещь, коллеги, что он понимает речь. Я напомню, что и даже, кто не был, и даже со смартфона, за вот эту программу открыть, точнее сайт, сайт Moodle, и он нажимаешь на микрофончик, он будет тоже самое распознавать. Это значит, что ваши боты могут быть вашими помощниками в бизнесе, в приемной компании. Вот, пожалуйста, ввод диагноз. Родители часто не знают, что им вообще надо, какая нужна специальность. Вот профориентация. Он диагностирует, да, нет, да, нет, да, нет, и дает им рекомендацию. Вот сюда вам лучше бы. Смотрите вот это. И, коллеги, надо пробовать. Вот вы сейчас послушали и забыли, запись получше, пусть не посмотрите. Но вот если вы не попробуете, это все бесполезно. Очень важно, знаете, что я бы добавил насчет проб? То, что проб. Нам часто предлагают разные решения. Я много раз об этом говорю, и мне это вызывает мне какой-то такой вот озабоченный. Нам предлагают, возьмите это, возьмите то. А сами не применяют. Вот эти советчики советуют. Это есть, это есть. Они не могут показать сами. Они говорят, что могут сделать вот так. Вот сюда поставить вот это. Но а где эта работа у тебя? А это мы не видим. И второе, что я обращаю ваше внимание, всегда цененна трудоемкость, коллеги. Вот трудоемкость вот этого, я считаю, невысока. Самую тяжелую работу мы на себя взяли. Мы нашли прилопательный инструмент полностью. Мы пробировали его в нашем колокольчике, посмотрели, поиграли на студентах работы. Вот это ценность, которую мы вам дали по трудоемкости, по выбору платформы. Причем, вот моя напарница, партнер по этой теме, она гуманитарь, библиога. Вот Татьяна Викторовна Тивегина, она библиога, она не программистер. Но она очень логична в мысли, она четкого инфраструктурного мышления. Гуманитарий, кстати, очень часто в этом плане у них больше успешности, чем у инженеров. Инженеры думают больше железом, больше процедурами, да? А вот гуманитарий очень хорошо решает образ задачи, образ проблемы. И вот эти логические ступеньки, как ее решить, на какой-то степени, ступени, до технической, они находят тупень. Вот тут второй черт появляется техническая, и они начинают вместе работать. Вот гуманитарий очень хорошо работает. Лучше время писать, чем с пухгалями. Так, ну что, коллеги, мое время закончилось. Все вы получите от нас ссылочки, не только с оптификатами, но и записью наших предложений, тоже с департами. Я надеюсь, что вы что-то узнали. По боту диагностику, надеюсь, поняли. К вам последний вопрос. Вы уловили что-то, такой дикатомический ключ, и уловили ли вы, что вопросы да, нет, рано или поздно, подводят к какому-то диагностическому, заключительному решению. Напишите, да, согласны, или непонятно, ничего не получилось. Ничего не получилось. Вот ваше мнение, согласны ли вы с тем, что дикатомический ключ, дикатомический бот, способен диагностировать какую-то ситуацию, если ее правильно расписать. Согласен, вот мы, Иванович, и еще мне тоже очень важно, как и всех остальных, хороший помощник. А теперь осталось вам подумать, какую задачу в вашем предмете или в вашей работе. Вот тут вначале звучали вопросы про библиотеки. И, кстати, хорошая тема, бот находился с помощью библиотеки для поиска какого-то учебника. Одно и то же, чтобы не рассказывать, ботность ботом какую-то задачу решить, это тоже интересное. Направление применения может быть сколько угодно много. Да, совершенно верно. Я удивляюсь, почему такое, ну, так редко он используется. Вот когда увидели, проверили, видите, классно работает, несложно. Ну что, коллеги, всем вам спасибо. Я рад, что у нас получился такой диалог. Мы поняли, что это может работать. Осталось, может быть, поделиться вашими мыслями, где вы бы хотели применить этот бот, что бы вам хотелось от него получить, все ли вам понравилось в этой технологии. И для этого я вам сейчас дам ссылочку по Фейсбук. Мы там открыто обсуждаем разные проблемы. Вот там эти проблемы можно открыто обсуждать. Я приглашаю вас сюда, в эту группу. И мы, эта группа исследовательская, открытая, и там можно любой вопрос по теме с вами решить. Спасибо вам за внимание. Спасибо за вашу активность. Думаю, что любой из вас, кто займется этой темой, получит минимум одну хорошую публикацию. Зато имеет, кстати, всегда научный результат. А может быть, еще и получит экономический результат. Выгоду по продаже каких-то продуктов может быть. Появился. Спасибо. Коллеги, давайте поблагодарим Юрия Николаевича за такой интересный вебинар. Я прошу прощения. Конечно, при демонстрации рабочего стола иногда со звуком происходят неприятности. Но я надеюсь, что в большинстве вы все услышали нормально. Благодарю всех, кто принял активное участие в работе вебинара. Сегодня было активное обсуждение. Как всегда, ждем вас на наших новых вебинарах. Приходите, будет интересно. Юрий Николаевич, спасибо еще раз. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok